Однажды в Кирове родилась идея продать свой город на экспорт. Конечно, не сам город, а его образ привлекательный, заманчивый. Образ города, в котором хочется жить, работать, расти детей. Адресат этого послания был описан четко. Это человек из другого города. Жил он раньше в Кирове или не жил, не принципиально. Главное, чтобы он захотел приехать сюда. Так родилась целая философия роднополисов. Городов, которые противостоят столице, в которых комфортно жить и жизнь в которых зависит напрямую от тебя. Здесь ты не винтик, а творец. Идея так понравилась в других провинциальных городах, что через считанные месяцы начали появляться клипы на песни, как-то превозносящие их. Появился молодежный гимн Томска, Новосибирска, Читы, Усть-Лабинска и так далее. Недавно такой гимн решили снять в Барнауле. Взяли под это грант администрации города и буквально пару часов назад презентовали в Доме культуры шинников. Прямо сейчас, в Алтай, 7 дней. Мы вторыми покажем отрывки из клипа. И более того, попробуем выяснить, получится ли продать этот образ Барнаула на экспорт. Есть в голове слово одно, Стреет мозгу, как зерно в колосе. Пусть в народ пойдет, побежит оно, Запоминай страна, новый тренд роднополисы. Страна запомнила и слово роднополисы, и новый тренд. Так, клип про Киров стал одним из главных хитов русскоязычного сегмента интернета. Вскоре пошла волна примеров других городах, подхвативших новую моду на самоидентификацию. К сожалению, многие увидели только запоминающийся припев и интересную картинку, а попробовав сделать что-то подобное у себя, создали лишь плохую порогию. При этом в самом клипе о роднополисах была философская идея, объединяющая не только кировчан, но и вообще всех провинциалов. Клип изначально создавался на экспорт. Есть песня, которая, несколько песен, которые сразу как бы подталкивают город, работают на его имидж, и сразу все вдруг к этому городу начинают по-другому относиться. Ну, там есть песни про Петербург, Ленинград, про Москву. Я иду, шагаю по Москве уж куда классически. А есть песня, например, «Владивосток-2000», которая вдруг стала, ну, таким гимном города на всю страну. И каждый, кто вдруг собирается во Владивосток, сразу «Владивосток-2000», и все понятно. Барнаульский арт-критик Вадим Климов вспомнил как минимум две узнаваемые песни о Барнауле. Одна сразу выдается в поисковых запросах авторства Евгения Росса. Вторую сочинил известный бард Олег Иванов, и она крутится на многих городских праздниках. Впервые многие не выносят за нотки шансона, вторая застряла где-то в 70-х. Городу давно необходима была более современная, популярная песня. Мне бы хотелось услышать в этом клипе некий такой правильный патриотизм. Не вот этот напыщенный какой-то «Ах, я люблю свой город, ах, как здорово здесь». Какой-то такой правильный патриотизм, потому что барнаульцы – все патриоты. Я много знаю людей, уехавших в Европу и в Азию, или еще куда-то. Но вот есть в Барнауле этот правильный патриотизм. Очень мало людей, которые живут в Москве, в Санкт-Петербурге, где-нибудь там в Лозане или еще, и скрывают то, что они из Барнаула. Есть, конечно, такие, но очень редко встречаются. Автор молодежного гимна Барнаула Александр Волокитин, как и автор клипа на него Андрей Нартош, демонстрирует правильный патриотизм. Ни тот, ни другой уезжать отсюда не собираются, зато собирают вокруг себя инициативных людей, готовых что-то менять к лучшему. Это то, что вокруг. Барнаул, да, Барнаул. Барнаул, Барнаул, Барнаул. Что в Барнауле? В Барнауле хорошо, в Барнауле светит солнце, в Барнауле ярко, в Барнауле замечательные люди, если смотреть на это с точки зрения позитивной, с точки зрения оптимиста. Барнаул – это на самом деле не Москва. И это не его минус, то, что это не Москва. Я считаю, это его плюс. Он не большой, не маленький. У нас много есть чего красивого, и уезжать отсюда я не хочу. И я думаю, что этого не всегда надо делать. При съемках клипа на молодежный гимн Барнаула на роднополисы авторы не ориентировались. Андрей вообще не видел кировский клип. Зато пересмотрел массу других и попытался учесть все ошибки и взять все самое удачное. Снимали два месяца, задействовали около десятка местных исполнителей и столько же столичных звезд, взошедших сначала у нас. Барнаул здесь, Барнаул здесь, любишь ты, 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 любишь ты, ты, ты. К сожалению, идеи, объединяющие как людей внутри города, так и за его пределами, в клипе мы не увидим. В красках здесь описан один день из жизни краевой столицы. Динамичный, насыщенный, интересный, но не более того. Возможно, его не стыдно будет показать гостям города, да и самим иногда пересмотреть. Но вряд ли его будут рекомендовать друг другу зрители других городов, ведь задачи продать образ на экспорт авторы перед собой не ставили. Впрочем, искренне хочу надеяться, что мы ошиблись, и молодежный гимн Барнаула завоюет умы миллионов, которые захотят приехать сюда или остаться здесь. Совсем скоро в утреннем эфире телеканала Катунь-24 мы покажем клип полностью, а пока лишь небольшой отрывок. Как много слов и песен с тобой сложили вместе, я хожу по улицам во сне. Конечно, нет вопросов, что в Барнауле звезды всегда светили ярче, чем везде. И каждую минуту, когда смотреть я буду в окно любого города земли, если мне грустно станет, я почему-то знаю, что Барнаул виднеется вдали. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok